Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете продолжается прививочная кампания. Если не сделать прививку, то будешь себя, может быть, скорить в том, что ты не сделал прививку. В детском саду «Гномик» открылся оздоровительный лагерь «Страна чудес». Чтобы дети научились, как вести себя на дороге, правилам дорожного движения. Тяжелоатлетки из Видного успешно выступили на летней спартакиаде молодежи в Анапе. Выступили пять подходов из шести. Это хороший результат. Олимпиада в Токио продолжается, а наш земляк, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, сегодня вернулся на родину. Флаги, цветы, радостные улыбки. Так в аэропорту Шереметьево его встречала делегация из Ленинского городского округа. Подробнее о возвращении олимпийца в Россию расскажем завтра. В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания. На данный момент вакцины от COVID-19 привиты уже 61 тысяча человек. Но пункты вакцинации по-прежнему не пустуют. Наша съемочная группа побывала на одном из них. Пункт вакцинации возле торгового центра «Галерея 9-18» пользуется неизменной популярностью. Прививку здесь можно сделать быстро и без записи. Ежедневно с 11 до 14.30. К открытию прививочного пункта возле торгового центра «Галерея 9-18» образовалась небольшая очередь. Но движется она быстро. Много времени не потеряете. Можно? Да, пожалуйста, присаживайтесь. Михаил Григорьевич Каплан пришел делать укол вторым компонентом вакцины от COVID-19. Первую, говорит, принес отлично, несмотря на свои 80 с хвостиком. Привиться решил давно, только вот в процессе подготовки к вакцинации узнал, что уже переболел бессимптомно. Хотел делать прививку, оказалось, что у меня антитела. Через месяц я проверил. Было 52, стало 48. То есть уменьшилось. То есть уменьшается. Сейчас где-то в районе 20-30 в этих пределах должно быть. А что можете сказать людям, которые сомневаются делать, не делать? Делать безусловно. У Ирины Соколовой не так давно умерла от коронавируса коллега. Это событие еще больше укрепило ее уверенность в том, что прививаться необходимо. Если не сделать прививку, то будешь себя, может быть, корить в том, что ты не сделал прививку и довел себя до такого состояния. Я считаю, что, в принципе, прививочный вот этот процесс делался всегда у нас с детского возраста. Это просто новое, поэтому люди, наверное, боятся. А бояться не надо совершенно. За три с половиной часа в прививочном пункте около торгового центра галереи 9-18 сделать прививку от коронавируса смогли более 20 человек. В основном прививки сегодня были – это повторная вакцинация. По первой вакцинации, по опросу пациентов практически все перенесли без осложнений. У некоторых были температурка до 37,8. Напомним, что в Ленинском городском округе привиться от коронавируса можно в 15 стационарных пунктах вакцинации. Также мобильные бригады медиков выезжают в СНТ, деревни и коттеджные поселки. На данный момент вакцины от COVID-19 привито уже 61 тысяча человек. Сделайте прививку и вы. Защитите себя от коронавируса. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Виднет. В детском саду «Гномик» открылся оздоровительный лагерь «Страна чудес». Целый месяц ребята разных возрастов будут погружаться в атмосферу образовательного процесса через игры. Это утро 25 отдыхающих начали с веселого марафона, который им организовали воспитатели дошкольного образовательного учреждения. Подробнее в репортаже Юлии Пагасьян. Ближайший месяц эти ребята проведут весело и с пользой. Кто-то может найдет новых друзей, но абсолютно точно, что все они получат новые знания. Тема этой лагерной смены – «Безопасное лето». Организаторы оздоровительного лагеря «Страна чудес», созданного на базе детского сада «Гномик», в этом году подготовили для малышей программу, из которой им предстоит узнать много нужной информации. Чтобы дети научились, как вести себя на дороге, правилам дорожного движения, как вести себя в общественном транспорте, у водоемов, они узнали о программе «Безопасные окна». Мы хотим, чтобы они повысили свои знания по истории России, чтобы они проявили интерес к службе в армии. Мы хотим, чтобы они повысили свои лидерские качества, чтобы они научились общаться со сверстниками. Предположительно, участники лагеря погрузятся в увлекательную игру, где каждому ребенку найдется своя роль. Сюжет расписан на весь месяц. У нас планируется, конечно же, очень много игр, веселья, немножко образовательного момента, чтобы это было все в игровой форме. И думаю, самое главное – подружиться, научиться безопасности и, чтобы весело дети провели время, оздоровились в оздоровительном лагере «Страна чудес». А дружить ребята начали с первого дня. Открытие лагерной смены состоялось во дворе детского сада, куда в гости к малышам пришел гномик – символ дошкольного образовательного учреждения. Когда встречаем мы рассвет, то солнцу говорим «Привет!» Мне понравились загадки и танцевать. Почему тебе понравились танцы так сильно? Потому что я люблю танцевать. Ну, будешь весь этот месяц в лагере, наверное, много-много танцевать, да? Да. Летний оздоровительный лагерь «Страна чудес» в детском саду «Гномик» стартует уже во второй раз. Многие детки посещали его и в прошлом году. Ребята остались под большим впечатлением. В прошлый раз было весело, мы играли, веселились. Думаю, в этот раз все будет намного лучше. Смена продлится 21 день. Пять дней в неделю ребят будут встречать воспитателей и проводить с ними насыщенные часы. В программу летнего лагеря также входят занятия творчеством и спортом. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно-ТВ. У общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» с библиотекой поселка совхоза имени Ленина – давние дружеские связи. Волонтеры и сопредседатели движения здесь частые гости. И всегда они приходят не с пустыми руками. Фонд библиотеки насчитывает почти 9 тысяч книг. И все же интересному пополнению тут рады всегда. Вряд ли кто справляет праздник под названием «День воспоминаний любимых книжек». Но для сопредседателя движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и депутата Совета депутатов Ленинского округа Марии Гаевской – это важный повод посетить библиотеку. Здравствуйте, Людмила Александровна. Здравствуйте, рада вас видеть. Снова, да? Да, наверное, опять с подарками пришли. Конечно, сегодня мы знаем какой день. День воспоминаний любимых книг. Да, поэтому мы пришли не просто так с подарками. Мы принесли вам новые любимые книги ваших читателей. У нас для взрослого населения «Мои дети» Гизель Яхина. Ой, что вы говорите! Ой-ой-ой, это такое счастье, хочу вам сказать. У нас еще нет этой книги. И для наших маленьких читателей «От чего и почему» – энциклопедия. Я вот представила в притрированной энциклопедии. Вместе с Марией Гаевской библиотеку посетил Сергей Верлеев, представитель компании «Рота Агра» – главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина», которая также курирует работу учреждения. Уже в четвертый раз в библиотеку приходит делегация с сюрпризами. На прошлой встрече визитеры подарили заведению специальное издание книги мастера Маргарита Михаила Булгакова. Очень ценная эта книга, очень. Вот вы нам тоже подарили. Сразу обратила внимание, когда зашли, сразу вот она прям как будто на почетном месте стояла. Да, на почетном месте. Вы не поверите, это так знаменательно. Это сейчас моя рабочая книга на столе. Общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» также оказывает помощь учреждению в проведении кружков и творческих мероприятий. В настоящий момент читательский абонемент библиотеки поселка совхоза имени Ленина имеют более двух тысяч местных жителей, тысячи из них – дети. В Анапе завершились соревнования по тяжелой атлетике в рамках финального этапа пятой летней спартакиады молодежи России, где видновчанки Ирина и Александра Фурдик заняли первое и второе места в разных весовых категориях. Ирина Фурдик – пятикратная чемпионка России по тяжелой атлетике, серебряный и бронзовый призер первенства Европы. Настоящая гордость Ленинского городского округа с летней спартакиады привезла очередную награду. Выступили пять подходов из шести. Это хороший результат. Конечно, в идеале было бы шесть из шести, но маленькая техническая ошибка не позволила. Кстати, вот эти два килограмма, которые я не подняла в рывке, я их и проиграла в сумме двоеборья. Поэтому осталось на втором месте. Спортсмены видновского клуба по тяжелой атлетике «Богатырь» после долгого перерыва, связанного с пандемией, постепенно возвращаются к привычному графику и стараются не пропускать ни одного турнира. Как и у всех, в прошлый год карантин нас очень сильно выбил, так как мы три месяца занимались дома. Дома – это пустая штанга. После этого вышли и очень тяжело восстанавливались. Справились через боль, терпение. На соревнованиях в Анапе показала блестящие результаты младшая сестра Ирины – Александра Фурдик. Первое место по результатам в рывке и в толчке по сумме двоеборья. Несмотря на юный возраст, Александра уже несколько раз становилась призером чемпионата России и даже установила рекорд в рывке среди девушек до 17 лет, который до сих пор не побит. Сестры признаются, чтобы показать высокий результат на спартакиаде, приходилось очень много времени уделять тренировкам. Подготовка была очень тяжелая. У меня было три старта подряд. Это в начале июня, в начале июля и вот конец июля у меня третий старт. Очень тяжело было в том плане, что приезжаешь к соревнованиям, проходит восстановительная неделя и дальше очень мало времени для того, чтобы именно потренироваться, войти в режим. До Анапы девушки успели принять участие еще в нескольких первенствах. Было первенство Московской области, которое проходило в Орехово-Зуево. Там надо было выигрывать соревнования, и ты попадал в команду в 10 лучших спортсменов, которые ехали лишь на финал. Несмотря на богатый урожай наград, видновские тяжелоатлетки останавливаться на достигнутом не собираются. Ирина и Александра прошли отбор на первенство Европы, которое состоится в Финляндии. Спортсменки уже отправились на сборы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.